С героями полиции учащиеся колледжа встретились на дне рождения полицейского музея. Подробности в материале пресс-службы областного полицейского ведомства. Музей Департамента полиции Североказахстанской области отметил свой 34-й день рождения. Праздник был соединен с уроком мужества, гостями которого стали второкурсники Высшего Североказахстанского профессионально-педагогического колледжа. Наш музей – это сложный и живой организм, который существует для людей. Фотографии, документы, награды, личные вещи, оружие – это главный арсенал фонда и экспозиции музея. Это мгновение человеческих судеб, мгновение одной единой героической судьбы. Живыми примерами героизма стали специально приглашенные сотрудники полиции. Учащиеся смогли побеседовать с Нурланом Коколбаевым, который спас подростка, упавшего с крутого обрыва в реку. Задать вопросы Саяту Акпарову, который не дал погибнуть семье в огне пожара. Ещё одним собеседником молодёжи стал Руслан Акматов. В 2016 году ему пришлось подняться на 30-метровую арку моста, чтобы предотвратить прыжок молодой девушки. Мне неудобно как-то, не ловко себя чувствую. Это первый чуток наш, первый чуток. Я не думал об этом, я думал, как сохранить жизнь сюда, на девушке. Заведующая музеем Любовь Осинская и хранитель фондов Нина Бенгров выслушали поздравления с профессиональным праздником от председателя Совета ветеранов полиции и нацгвардии Акана Создыкова, ветерана органов Газиза Мухамедьярова. Артисты культурного центра департамента полиции исполнили музыкальные номера. Наш музей, я не наговорю, это неотделимое целое, общее. Поэтому мы, когда отмечаем ей на рождение, мы отмечаем его как живого существа, потому что здесь живет память. И каждый, кто приходит к нам, заходит, он действительно соприкасается с ней. И она оживает в ветринах нашего музея, она будет жить вечно. Музей Североказахстанской полиции – лучший в системе МВД Республики Казахстан. За 34 года здесь проведено свыше 3000 экскурсий. С историей полицейского ведомства области познакомились более 50 тысяч человек. Наталья Итова при содействии пресс-службы департамента полиции.